Дома офицеров Каспийской флотилии 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 Интересное разграничение между орденами Суворова и Кутузова. Первый из них был самый почетный. Им обычно награждались те, кто занимал бывшие командные должности за самые успешные, самые яркие наступательные операции. Знак ордена Суворова номер один был у Жукова. Вот характерное награждение. 30 октября 1943 года орден Суворова получил не кто-нибудь, а Андрей Суворов, однофамилец ордена, капитан стрелкового полка. Под непосредственным руководством и участием, своим личным примером, бояк за город Таганрог, город Мариуполь и город Буденовка, товарищ Суворов, идя впереди и вселяя уверенность в победу своему подразделению, первым ворвался в село Вареновку. Благодаря умелому тактическому руководству и отдаче приказаний подразделениям батальона, успешно занял высоту 69,9. Продолжая продвижение, занял населенный пункт Успенка, отхода быстро и умело с подразделением форсировал реку Кальмиус и первым, преследуя противника, ворвался в город Мариуполь. В этих боях подразделение товарища Суворова уничтожило три пулеметных точки противника и около двух рот пехоты. Орден Кутузова. Орден Кутузова считался более оборонительным и более штабным. Вот, скажем, генерал-лейтенант Алексей Владимирский. За ним числится своеобразный рекорд. Он единственный, трижды награжденный Орденом Кутузова первой степени. Он был штабистом, отличился в том числе грамотным планированием во время победной берлинской операции. Орден Александра Невского. Орден Александра Невского из трех полководческих орденов нередко называют самым красивым. А еще фактически это единственная советская награда, имеющая дореволюционную традицию. Был царский, честь святого князя Орден. Новую жизнь ему помог обрести архитектор Телятников. Он очень долго пытался найти прижизненные изображения великого князя. Оказалось, что таковых нет. В итоге на Орден поместил профиль советского актера Черкасова, который сыграл главную роль в знаменитом фильме Эйзенштейна «Александр Невский». Этот орден стал самым демократичным из полководческих. За годы войны его кавалерами стали более 42 тысяч командиров, в том числе женщины-фронтовички. Все три полководческих ордена пережили советское время и счастливо перешли в систему наград современной России. Все верно. Имена людей, чью честь они названы, будут в нашей истории независимо от политической системы, независимо от любой конъюнктуры. Продолжение следует... Наденьте ордена! Мои друзья лежат в могилах братских, нам не забыть родные имена. Во имя вдов и матерей солдатских фронтовики, наденьте ордена, фронтовики! Наденьте ордена! Солдат в атаку шел не за награду, но велико награды той цена. Во имя чести воинской правды фронтовики, наденьте ордена, фронтовики! Наденьте ордена! Что бы не пылать земному шару снова, солдатской крови пролито сполна, Что помнил враг, урод войны строй, фронтовики! Наденьте ордена, фронтовики! Наденьте ордена, фронтовики! Наденьте ордена! Наденьте ордена!